добрый день прибыл к нам сегодня grand stars 2010 года с пробегом 157 тысяч сразу скажу 157 тысяч показания по одометру а то потом диванные критики пишут там не такой пробег мы опираемся на эти показания можем конечно в блоках посмотреть на европятых но обычно говорим пробег по одометру то есть 157 тысяч у этой машины пробег жалоба у него на то что он при низких температурах при больших морозах то есть он вообще не заводится при низких температурах до минус 5 он заводится очень долго и туго то есть они пришли к выводу что пора заменить свечи накала клину в смысле хозяева этого автомобиля они поехали они в автосервис им поменяли свечи накала но не все почему-то поменяли 3 то есть смотрите вот три новые стоит 1 2 и 4 тоже новая и первая старая осталась они сказали что они ее попробовали открутить она не пошла но тем не менее три свечи поменяли машина как не заводилась так и не заводится первым делом что мы делаем в таком случае первым делом мы проверяем питание приходит ли на свечи накала первым делом а потом все остальное так включаем зажигание включили зажигание зажигание когда включаем идет питание на свечи накала в зависимости от температуры окружающей среды там разная у нас ничего здесь не приходит от температуры окружающей среды меняется время отключения релюшки то есть питание на свечи накала в среднем где-то 15 секунд 20 секунд идет должен идти плюс нас ничего не приходит а вот как мы видим предохранитель у нас сгоревший предохранитель сгоревший видите здесь есть здесь нету сверху видно что он сгоревший то есть какая-то свеча замыкала на массу скорее всего и спалила предохранитель три свечи поменяли питание не проверили ладно ладно но нам надо понять что с первой свечой человек обратился к нам именно по этому поводу у него свеча не откручивается сейчас мы открутим и посмотрим что там с ней сейчас значит мы проверили свечи накала ну проверили как бы на то есть размыкание то есть если она прогорела или оборвана вообще свечи накала то есть если у нас есть какое-то подозрение до проверяются на сопротивление то есть это будет правильнее контроль как это такой быстрый вариант чтоб понять перегоревшая на или не перегоревшая вот так же вот это первая свеча нам лампочка показала что она вроде бы целая но она также может замыкать на массу и тоже будет лампочка загораться поэтому сейчас мы ее попробуем открутить что у них там не получалось а она крутится у нас холостую скрутиться там не получилось что это мне получила сейчас посмотрим ну в общем тут ситуация такая вот эту вот головку и отломили и полностью вся резьба и все тело свечи накала внутри а вот эта головка шестигранник она отломана у нас то есть свеча отломана и отломали и сказали что она не идет да но вот с таким вопросом чаще всего к нам обращаются и спрашивают многие то есть автосервисы говорят что надо снимать головку там еще что-то но мы сейчас будем ее доставать по месту раз она отломалась надо вытаскивать и менять ее ну что возможно как раз она и палит наш предохранитель любом случае надо заменить первая свеча это самая трудоемкая работа почему потому что приходится снимать генератор кронштейн генератора чтобы с ней какие-то манипуляции производить то есть высверливать и тому подобное ну сейчас нам часа полтора два предстоит поработать попотеть так ну вот я разобрал здесь доступ у нас появился смотрите вот она наша свечка я уже честно сказать даже начал чуть доставать вот так вот она у нас осталось видите залом старый как бы не не так недавно его отломали прям давненько то есть все тело свечи у нас там сейчас я буду его высверливать извлекать оттуда когда достану покажу уже все секреты как это сверлить резать там я не буду рассказывать это каждый пусть сам придет к этому сейчас у меня уже завершающий этап и прогоняю резьбу в головке блока цилиндров потому что хочешь не хочешь а все равно на ней какие-то останутся зазубрины заусенцы так все посадочное место у нас готово новую свечу свечу она зажимается с моментом 25-30 ньютон то в принципе силы в руках не чувствует лучше пользоваться динамометрическим ключом с нашим опытом у нас уже вот здесь ну и собственно говоря сама свеча накала вот таким образом мы ее достали вот такая она у нас там была в цилиндре вот так вот то есть это резьба и и вытащили его собственно говоря сама свеча накала сопротивлялась прямо загнулась другу так вот помучили мы чуть обратным молотком так ну и все соответственно сейчас мы прикручиваем на место соединительную планку на свече накала потом поменяем предохранитель и еще раз проверим все питание реле отрабатывает не отрабатывает потом мы можем уже с уверенностью сказать что любые морозы не страшны вашему гранд стараксу когда все четыре свечки новые топливная система исправна он заводится должен до минус 30 спокойно так ну что предохранитель мы поменяли еще раз вот здесь вот стоит предохранитель свечей накала на гранд стараксе вот его оригинальный номер если кому-то интересно заменили теперь мы проверяем еще раз питание на свече накала приходит у нас или не приходит так зажигание включили вот все питание у нас приходит теперь ждем пока отработает реле отключит питание по что бывали случае что реле не отключалось и опять сгорал предохранитель все отключилась у нас система подогрева воздуха на холодную полностью исправна на этом все если свеча сломалась сразу к нам подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите лайки повсюду пишите лайки пишите лайки пишите лайки